По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире юными матерями до 18 лет становится более 15 миллионов девочек. Более 40% из них делают аборты. 12% ранней беременности заканчивается материнской смертью. Проблема подростковой беременности остается актуальной и в Казахстане, поэтому специалисты все чаще стараются говорить на эту тему. В ОДК Кайнар организовали онлайн-конференцию для старшеклассниц региона. Наша тема достаточно актуальна на сегодняшний день. Женское здоровье – это ранняя беременность. Но, наверное, не секрет для всех, что статистика упорно ползет у нас по данному факту все-таки вверх. У нас также продолжаются такие моменты, что наши девочки попадают в такие ситуации, они крайне бывают неприятными для обеих сторон. Как и для родителей, так и для самой девочки, так и для молодого человека. Но, несмотря на это, мы так посчитали, что это очень актуальный вопрос именно из нравственно-полового воспитания. На конференцию были приглашены специалисты, которые смогли бы раскрыть тему, на которой девочки, возможно, постесняются говорить с мамами. Хотя, по мнению психолога, как раз доверительные отношения между мамами и дочками смогут предотвратить большинство проблем, возникающих в подростковом возрасте. На онлайн-встрече присутствовали представители женской консультации, ювенальной полиции и психологи. Несмотря на доступность любой информации сегодня в интернете, девочки приняли участие в мероприятии и задавали специалистам вопросы. Один из них – чем чревата ранняя беременность? Ранняя беременность, она чревата многими осложнениями. И если решено было прервать эту беременность, то есть риск того, что девушка может просто потом не забеременеть в дальнейшем в жизни своей. Это одно из осложнений. Другое осложнение – развитие воспалительного процесса, который потребует длительного времени для восстановления. Третий – это моральный аспект. То есть это же моральное воздействие отрицательно имеет сама вот эта нежеланная беременность, дальнейшее ее прерывание, все. То есть девушка может не справиться психологически и у нее может случиться стресс и даже какие-то нарушения именно психологического характера. К тому же ранняя беременность зачастую может привести к таким тяжелым последствиям, как криминальный аборт. По словам Фатимы Ахмичановой, старшего инспектора ювенальной полиции, в случае выявления подобных ситуаций предусмотрено наказание, вплоть до возбуждения уголовного дела. Она же не сама забеременела, а есть лицо, от которого она забеременела. И, соответственно, здесь обязательно медицинское учреждение, они сообщают нам, правоохранительные органы, мы выясняем причины, условия, способствующие данному факту. И если девушке нет 16 лет, то в отношении ее партнера возбуждается уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса. По мнению психолога Любовь Казаевой, необходимо делать акцент на половом воспитании. И начинать необходимо рассказывать об этапах взросления, как психологического, так и физического, считает специалист. А потому родителям необходимо чаще применять свои знания в воспитании своих детей для правильной организации полового воспитания. В нашем городе такую помощь могут оказать специалисты Клуба семейного общения «Жануя» на бесплатной основе. По адресу улица Машхуржусупа, 107, родители и подростки смогут обратиться как к психологу, так и к юристу-медиатору.